Саламас Тармакрум Юте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня хочу провести организационный эфир, посвященный митингу 21 сентября, который состоится по всему Казахстану в 14 часов по местному времени в субботу. Мы распространили в социальных сетях информацию о месте проведения митингов во всех крупных городах Казахстана. Сейчас я хочу посвятить эфир Алмате и Астане, подробно остановиться о местоположении, рассказать, каким образом нужно собираться, как нужно действовать. Еще будет ряд организационных вопросов, которые я буду озвучивать ежедневно в эфире. Я буду выступать каждый день до субботы и подробно останавливаться о наших требованиях, лозунгах. Подробно буду говорить, как нам нужно действовать по другим городам нашей страны. Сейчас речь пойдет об Алматы и Астане. Давайте мы сейчас обсудим сначала Алмату. В результате активной работы с нашими ячейками мы согласовали место в Алмате, где будет проводиться митинг. Это старая площадь, или как сейчас называют площадь Астана, около института КБТУ, бывшее здание парламента Казахстана, правительства Казахстана. Это место общеизвестно около детского мира. Алматинцы хорошо это место знают. Сначала несколько слов, почему именно это место мы выбрали. Мы многократно перебирали разные места. И опыт всех предыдущих митингов показывает, что полиция старается в любом случае препятствовать проведению митингов. Обычно они расставляют мелкие группы полицейских, которые при перемещении отдельных граждан через дворы или какие-то улочки пытаются их остановить и таким образом препятствовать проведению митинга. И в основном часто возникают проблемы, связанные с тем, что протестующие опаздывают, опаздывают именно к точному времени проведения митинга. Это позволяет полиции, даже имея небольшое количество, препятствовать протестующим пройти к месту проведения митинга. Поэтому я в этом эфире хочу обратиться к нашим сторонникам, чтобы участники этого митинга не опаздывали и прошли к месту проведения митинга именно в точное время. Итак, я хочу откомментировать место проведения митинга, площадь, старая площадь или площадь Астана. Дело в том, что она находится, эта площадь, в очень удобном месте. Это большая проблема для полиции перекрыть эти места. Если мы выбрали бы, скажем, какие-то более узкие места, например, около автового зала Саехат, то, собственно, это привело бы к тому, что полиция легко перекрыла бы те или иные боковые улицы и препятствовала бы протестующим пройти к месту проведения митингов. То есть для них это было бы не проблема перекрыть даже улицей. А понятно, что Аблахана – это ключевая улица. Рядом улица, ну я буду все равно называть ее по-старому Фурманова. И эти улицы невозможно перекрыть. Если полиция их перекроет, то фактически будут гигантские пробки по всему городу. Это две улицы, которые насквозь проезжают все ключевые улицы страны. И поэтому полиции практически будет невозможно перекрыть эти ключевые улицы. Ну и, собственно, вокруг места проведения митинга, как снизу, ниже КБТУ, так и выше, существуют скверы, парки, где люди в свободном режиме могут констрироваться, собираться небольшими группами. И это тоже приведет к тому, что у полиции будет очень сложно препятствовать проведению митинга, потому что, ну, если люди отдыхают, гуляют, какие могут быть основания у полиции сдержать. То есть в любом случае все действия полиции приведут к тому, что они будут нарушать законы нашей страны, не говоря о международных соглашениях. Поэтому мы определили именно это место – площадь Астана или старая площадь, как говорят алматинцы. Итак, наша цель – собрать как можно больше протестующих. Я уже в своих предыдущих эфирах многократно говорил, что если мы соберем от 3,5 до 5% численности проживающих в том или ином городе, то, как правило, протестующие добиваются успеха. То есть если в Алматы живет 2 миллиона, то нам достаточно 3,5%, это около 70-100 тысяч человек собрать, чтобы добиться успеха, успеха во всем. Как и того, чтобы власть выполнила требования протестующих. Это касается и политических требований, и экономических, любых других. Потому что, скажем, воспрепятствование такой большой массы людей, протестующих, в принципе, нереально. Наши в этих городах максимум все, что может мобилизовать власть – это несколько тысяч полицейских. Как вы понимаете, устоять против такой массы от 50 до 100 тысяч человек не сможет. Никакая полиция, малочисленные и все прочее. Тем более, если мы все эти протесты очень четко организуем. Мы в этом году провели уже за последние несколько месяцев серию митингов. Они все были масштабные, успешные. И где-то вот 6 июля, конечно, мы, собрав большое количество людей, не смогли, чтобы они все мобилизовались в одно место. Но все это время, я надеюсь, мы учли ошибки. Очень много работали. Сейчас количество ячеек, которые именно представляют собой как организацию, группы людей, которые ясно понимают, как действовать, резко возросло. Поэтому мы эту работу будем проводить. В конце концов, мы должны добиться, чтобы количество протестующих именно было таким. От 50 до 100 тысяч человек. Это только такие крупные города, как Алматы и Астана. И, соответственно, по несколько десятков тысяч в других областных центрах. Итак, уважаемые друзья. Мы понимаем, что место проведения митинга по Алматы на Старой площади полиции невозможно было будет закрыть улицу. Поэтому транспортное перемещение будет свободное. И там очень хорошая транспортная развязка. К месту проведения митинга можно свободно приехать на общественном транспорте. Это первое. Рядом соседние улицы, которые примыкают к площади, тоже их невозможно перекрыть. Очень много возможностей прийти к месту проведения митинга именно группами, небольшими группами, большими группами. Именно перемещаясь по пешеходным улицам. Уважаемые друзья, мы ставим цель провести митинг. Мы не ставим цель провести шествие. Шествие это отдельное действие. Наша задача на этом митинге озвучить наши требования. Наша задача на этом митинге собрать как можно больше людей. Мы понимаем, что в результате планомерных таких организационных действий мы в конце концов добьемся большой численности протестующих. Именно большой. Есть критики, которые говорят, вот мы несколько раз вышли, до результатов не достигли. Я хочу сказать, что в один день невозможно сразу собрать десятки тысяч людей. Это должно быть планомерное действие. Мы должны научиться выводить людей. Мы должны создавать ячейки. Мы должны научиться организованно действовать. Как я говорил, полицейские всего несколько тысяч человек. И мы получив как минимум десятикратное превосходство в численности, подготовившись лучше организационно, чем полиция, мы безусловно добьемся успеха. Вот куда мы двигаемся. Итак, мы собираемся в нижней части Старой площади, то есть примыкает именно к БТУ. Недавно проводили разные общественные организации свои акции, пикеты и все прочее. Это ближе к ступенькам КБТУ. И там минимум различных цветочных насаждений. Поэтому мы имеем возможность собраться без проблем в этом месте. Если полиция будет препятствовать, что нужно делать? Очевидно, что полиция будет препятствовать, стараться не допускать людей. Но им нужно стянуть огромные силы к этому месту. И если число протестующих будет превосходить в несколько раз, эта задача невыполнимая со стороны полиции. Я думаю, что многие из вас видели, как организованно действуют протестующие в Гонконге. И у нас еще есть время. Я думаю, многим полезно будет в Ютьюбе посмотреть, как действуют слаженно жители Гонконга. Мы так тоже можем. У нас есть тоже телефоны. У нас есть также понимание того, что эта власть должна уйти. И мы прекрасно понимаем, что у Нурсултана Назарбаева и его режимов было 30 лет времени, чтобы доказать, что они находятся у власти закономерно, что от них огромная польза. И сейчас каждый из вас знает, что эта власть провалилась по всему фронту. Она обогатилась. Народ у нас бедный и нищий. И поэтому, когда эта власть вытаскивает всяких пропагандонов, типа Ертезбаева, который пытается убедить, что все прекрасно, при том нагло манипулирует цифрами, которые легко опровергаются, что и сделали многие пользователи социальных сетей, вы прекрасно понимаете, что все попытки власти остановить этот процесс, именно смены этого воровского режима, он безуспешен. И все зависит именно от нашей энергичности, от нашей воли, от собранности. Ничего просто так не произойдет. Сами по себе изменений не произойдут. Даже если Шал умрет, вместо него будет сидеть или Дарега, или Такаев, и система останется неизменной. Пример Туркмени, где Туркмен Баши умер, появился другой, и он еще даже более развил свой культ личностей. Вы можете это увидеть в интернете. То же самое в Узбекистане. И таких примеров в мире много. Можно бесконечно ждать, ждать, и ничего не изменится. Поэтому, уважаемые друзья, мы призываем вас 21 сентября в 14.00 прийти на митинг, прийти и активно участвовать. При этом, уважаемые друзья, констрация должна происходить именно на Старой площади. Не растекаться в разные места, не формировать какие-то шествия. Когда полиция попытается перекрыть эти места, места проведения митинга, есть возможность собираться небольшими группами, по 10 человек, по 50, и просачиваться к месту проведения митинга. При этом нужно делать одновременно. Ни в коем случае нельзя опаздывать. Необходимо прийти ровно в 14.00, и тогда, когда эта масса со всех сторон неожиданно двинется в сторону этой площади, у полиции не будет возможности задерживать небольшими группами, забрасывать в автозак, потом на этих автобусах увозить людей, где-то далеко отпускать за несколько километров, и мелкими-мелкими партиями таким образом дробить процесс. Если протестующий одновременно со всех сторон продвигается, в данном случае мы говорим именно с нижней части со стороны КБТУ, то полиция будет бессильна. Поэтому нам нужно объединяться и большими группами держаться в главной локации и поставить цель добраться до места проведения митинга. Теперь я хотел бы второй город рассмотреть, это Астана. Мы выбрали место торгового дома «Есиль», собираемся по проспекту Республики 6. Это оживленное место, которое тоже невозможно перекрыть полиции. Опыт у нас есть. И когда критики говорят, что вот в дворах стоят полицейские, они препятствуют прохождению к этому месту, я могу сказать следующее. Это будет всегда, полиция всегда будет препятствовать, даже несмотря на заверение Токаева, что, пожалуйста, мы никого не задерживаем, митинги проводят. Они так рассказывают эти сказки западному сообществу. Их посольство в Брюсселе рассказывает сказки евродепутатам, что вот шествие, пожалуйста, пикеты, пожалуйста, что в Казахстане вообще бурная демократия, и вот что они рассказывают. И, конечно же, 21 сентября все действия власти сразу мгновенно опровергнут. Я вообще удивляюсь, они что-то скажут на следующий день, это все пшик. Снова что-то скажет, опять пшик. То есть каждый день опровергает себя конкретными реальными действиями. Поэтому, если они недавно сообщили Европарламенту, что у них все распрекрасно, что пришел к власти якобы президент Токаев, и что сейчас вот идет диалог с обществом, то вы увидите, что 21 сентября и даже ранее будут действия, препятствующие осуществлению прав гражданина, а именно право собираться на митинги и выражать собственное мнение. Это мы все увидим 21 сентября. Итак, поэтому мы понимаем, что полиция всегда будет препятствовать, и наша задача, все эти проблемы решить за счет большой численности. Когда протестующие с разных сторон, большой массы в одно и то же время будут конструироваться в указанном месте, никакая полиция не сможет препятствовать организации нашего митинга. Уважаемые друзья, соотечественники, сейчас перед нами стоит решительный момент. Именно в этом году мы можем добиться перемен, если мы объеднимся, консолидируемся. Если мы действительно станем организованной силой. Поэтому, уважаемые протестующие, наши сторонники, мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы заранее изучили место проведения митинга, посмотрели, как можно туда добраться, так, чтобы вы там были ровно 14.00. Пожалуйста, изучите места проведения митинга. Вы уже по предыдущим митингам понимаете, где будут стоять полицейские, стараться препятствовать появлению вас именно в этом месте. Вы заранее, если поймете, изучите, вы знаете свой город. Я уверен, что полиция не сможет препятствовать реализации наших прав, а именно участвовать в митинге 21 сентября в 14.00. Собственно, я сегодня поставил цель и задачу объявить митинги 21 сентября в 14.00 по местному времени. По какому принципу мы собираемся? Еще раз, уважаемые критики, по большому счету, место не имеет серьезного значения. Мы выбрали наиболее важные места, где невозможно закрыть улицы. Это активные улицы, и наша задача привести на митинги как можно больше людей. И чем больше придет людей на митинги, тем меньше возможности у полиции препятствовать проведению нашей акции. Мы ждем вас на митингах 21 сентября в 14.00 по местному времени. Мы сегодня говорим в эфире об Алматы и Астане, значит в 14.00 по Алматы, в Астане и в Алматы. Адреса Старая площадь в Алматы, а в Астане это торговый дом Есиль, проспект Республики 6. Я буду ежедневно выступать и озвучивать другие наши требования, другие организационные вопросы. Поэтому до встречи в эфире, уважаемые друзья. Слава Богу!